книга открытым оком том 26 вопрос 3847 тема смерть пометование о смерти лучшее лекарство против согрешений но разве дозволят школах такое говорить я только один раз сказала на уроках своим ученикам о суде божьем о страхе божьем и меня уже выставили за дверь запретив когда-либо преподавать и как тогда обуздывать детей они сегодня открыто нас школьном крыльце курят и даже на уроки приходят нетрезвые уже в 12-летнем возрасте отвечает игнатий тихонович лапкин план дал дал далеса не миф зная что будет конец мировой истории и что почти все примут печать зверя нужно видеть ступени этого перехода уже сегодня стартовая площадка уже в детских садиках где разные амулеты и страшные маски колдунов и страшиль и страшили страшилищ сродняют деток с нечистой силой и антихристу не придется много заботиться о принятии его уже все готово только бы накормил и дал зрелище в час смерти я имел немало превращений в последних проблесках горевшего ума скользило множество таинственных видений без связи между них как некая тесьма одни во след другим являлись дни былые и налетели и нагнетали ум мои деяния злые раскаивался я и в том и в этом дне как бы чистилище работало во мне с невыразимую словами быстротою я исповедовал себя перед собою ловил подыскивал хоть искорки добра но все не умирал я слышал не пора к случевский ефесянам 4 18 будучи помрачены в разуме отчуждены от жизни божией по причине их невежества и ожесточения сердца их евреям 3 8 не ожесточите сердец ваших как во время ропота в день искушения в пустыне евреям 3 15 доколе говорится ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время ропота везувий зев открыл дым хлынул клубом пламя широко развелось как боевое знамя земля волнуется с шатнувшихся колонн кумиры падают народ гонимый страхом под каменным дождем под воспаленным прахом толпами стар и млад бежит из-за града вон 1834 год александр сергеевич пушкин 1 коринфянам 10 6 а это были образы для нас чтобы мы не были похотливы на злое как они были похотливы взгляни как спокойно уснула она на щека на щечках румянец играет в чертах не борьба роковая видна но тихое счастье сияет улыбка на сжатые губы легла рассыпанные косы волнами опущенные веки и мрамор чела увид полевыми цветами вокруг погребальное пение звучит вокруг раздаются рыдания и только она безмятежно лежит ей чужды тоска и страдания душа ее там где любовь и покои где нет ни тревог ни сомнений ни горькой и жгучей печали людской не страстных людских наслаждений она отдыхает о чем же рыдать пусть смолкнут на сердце рыдания и будем трудиться бороться и ждать пока не наступит свидание нацам экклесиаст 95 живые знают что умрут а мертвые ничего не знают и уже нет им воздаяния потому что и память о них предано забвению откровение 14 13 и услышал я голос неба говорящий мне напиши отныне блаженные мертвые умирающие в господи ей говорит дух они успокоятся от трудов своих и дела их идут вслед за ними все в пустом лишь только свете что не видим суета добродетель ты на свете нам едина красота кто страстям себя вверяет только время он теряет и ругательство влечет той бесчестия забаве кая непричастна славе счастье славы течет чувствуют сердца что наши что природа нам дала строги стойки не ваши проповедую дела я забав не отметаю выше смертных не взлетаю беззакония бегу и когда его где вижу паче смерти ненавижу и молчать и не могу смертным слабости природы трудно сердцу повелеть и старания бесплодные всю природу одолеть а неправда с первого века никогда для человека от судьбины не дана если честность мы имеем побеждать ее умеем не вселиться в нас она не с пристрастием но здраво рассуждайте обо всем предпишите она права утверждайте ся на нем не желай другому доли никакой противоволи так а будто бы себе беспорочно добродетель совести твоей свидетель правда судья тебе не люби злодейство лести сребролюбие гони жертву и всем и жизнью чести посвящая все ей дни к вечности наш век дорога помни ты себя и бога глазу истины в нем ли дух не будет вечно в теле возвратимся все от сели скоро в недрам и земли а п сумароков 1759 год экклесиаст 2117 и оглянулся я на все дела мои которые сделали руки мои и на труд которым трудился я делая их и вот все суета и томление духа и нет от них пользы под солнцем и возненавидела я жизнь потому что противны стали мне дела которые делаются под солнцем ибо все суета и томление духа вчера до самой ночи просидел я на кладбище все смотрел смотрел вокруг себя полстертые слова я разбирал невольно голова наполнилась мечтами вновь очей я не был в силах оторвать скамней один ушел уже в землю и на нем все стерлося но все стерлося там крест к кресту челом нагнулся будто любит будто сон земных страстей узнал всем вместе он вдруг тихо сладко все как мысль о ней краснеючи волнуется пырей на солнце ветра на солнце вечера над головой жужжа со днем прощаются игрой толпящиеся мошки как народ существ душой уставших от работ стакрат велик кто создал мир велик сих мелких тварей над могильный крик творца не больше ли славит иногда чем в пепел обращенные стада 7 чем человек сей царь над общим злом с коварным сердцем сложным языком 1830 год м лермонтов екклесиаст 5 14 15 как вышел он на гимн из утробы матери своей таким и отходит каким пришел и ничего не возьмет он от труда своего что мог бы он понести в руке своей и это тяжкий недуг каким пришел он таким и отходит какая же польза ему что он трудился на ветер брамин твердит слово он глядя на свой пупок и тем самым близится к божеству но если во всем человеческом теле что-либо менее божественное что-либо более напоминающая связь с человеческой бренностью чем именно этот пупок 1881 год и с тургеньев премудрость соломона 4 1 лучше бездетность с добродетелью ибо память о ней бессмертна она признается и у бога и у людей